друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить и разбираться ключевые фундаментальные события и изменения в новостном фоне и смотрим как все это влияет на динамику торговых инструментов и наших с вами инвестиционных идей не забывайте друзья подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы по тем темам которые интересуют ну может быть стоит разобрать дополнительно какой-то актив либо вам нужен фидбэк также по какой-то торговых идеи с большим удовольствием поддержу коммуникацию я думаю не только я ну и конечно же не забывайте ставить лайки давайте теперь к нашему классическому набору инструментов хотя сперва нужно отметить что учитывая продолжающиеся ралли на финансовых рынках особенно это сейчас заметно всех трех драгоценных металлов золото 1769 это в моменте друзья вот выписал котировки который видел в терминалах локальный максимум был даже повыше 1769 долларов за тройскую унцу золото находится на максимуме за последние 8 лет и я помню даже на вебинаре многие из вас задавали вопросы что же ждать от золота дальше я друзья напоминаю вам что на нашем канале на ютюбе в секции пульс рынка вместе со мной вам доступно несколько роликов по перспективам золота где подробно рассказывал обо всем что сейчас происходит и уверен то что эта информация не будет лишней если вы ее пропустили золото интересует вас посмотрите ролик и поймете куда может забраться этот актив в будущем но сам факт того что золото растет это эталон друзья защиты указывает на то что мы по-прежнему работаем с ухудшением ситуации вокруг корона вируса можете использовать разные ресурсы самые наверное показательные демонстративные это отчеты портал исследовательского центра джона хопкинса там можно отслеживать всю статистику прямо перейдите на сайт посмотрите по регионам что происходит и лично сможете убедиться в том что друзья реально начинает пахнуть уже второй волной коронавируса в некоторых регионах фиксируется рекордный показатель прироста заболевших в штатах в среднем плюс 25 если сравнивать все прирост числа положительных тестов результатов к вида 19 по сравнению со статистикой двухнедельной давности а в некоторых штатах а плюс 50 процентов это нездоровая ситуация нездоровая картина еще раз а в связи с этим предостерегая у вас от инвестирования например в американский фондовый рынок который остается сейчас ну если в целом говорить например тот же самый nasdaq на исторических максимумах но и снп и до тоже вблизи этих отметок очень ненормальная сейчас поведение трейдеров связаны с покупками фондовых секций на фоне того что ухудшается эпидемиологическая обстановка в мире поэтому золото безусловно начинает дисконсировать своей стоимости в курсе еще больше ухудшения обстановки в мире потенциальный их рост нервозности на площадках и все это приводит к тому ралли которая сейчас наблюдается золото растет доллар проигрывает и в отношении рисковых инструментов локальная слабость американцев которые мы видели вот несколько дней подряд и стала причиной роста евро фунта и прочих инструментов и в целом друзья по статистике региональной европейской английской там не нужно искать оправдание вот этого роста причина только одна локальная просадка доллара что касается рынка нефти 42 53 первая красная свеча вчера нарисовалась уж не знаю начало ли это серьезной коррекции друзья но очень хочется верить то что рынку и рынок сам уже осознал необходимость этого коррекционного отката после того ралли которая ранее развивалась я обеими руками за то чтобы рынок скорректировался я знаю то что многие из вас находится в продаже в принципе разделяя точку зрения того что нефть очень сильно перекуплено но фактически удвоение друзья чуть больше чем за месяц это круто а тем более что сейчас надо мировой экономикой нависает тень угрозы вот повторные вспышки к вида 19 и соответственно все может откатиться назад со всеми проблемами для экономического восстановления и будущего спроса вы все это и так прекрасно знаете но рынок нефти растет игнорируя все эти риски если ситуация с коронавирусом никак не повлияла на распродажи то будем надеяться и смотреть как покупатели переживут следующий фундаментальный вызов это сегодняшний релиз по запасам 17.30 выйдет статистика по запасам и нефти и бензина дистиллятов по уровню нефтедобычи в штатах соответственно если говорить о общем показатели запасов они сейчас остаются на рекордных максимумах я ранее комментировал эту ситуацию и для долгосрочных перспектив нахождение запасов на рекордных показателях это серьезный сдерживающий фактор если сегодня запасы снова вырастут я допускаю что коррекционная динамика на рынке нефти не усилится индекс долларов девяносто шесть пятьдесят восемь друзья повторюсь у нас есть топ лосс по этой сделке 9570 мы не питаем особых иллюзий понимаем что если американскую валюту дотащу до этого значения скорее всего снижение продолжится потому что если доллар просядет до этих рубежей значит сто процентов это будет означать что монетарные власти сша да и правительство готовит новые меры экономической поддержки и я связываю опять же снижение в последние дни доллара с тем что на рынке появилась информация подтвержденная в том числе и в белом доме о том что готовится новый пакет стимулирования расходов на инфраструктуру на полтора триллиона долларов но это только лишь формате еще законопроекты подготовки решения могут откатить или скажем так отложить до более худших времен для американской экономики для того чтобы это произошло нужно чтобы экономика сша сейчас дала сигнал рынку и властям сша что ситуация но не такая плохая как может показаться и американская экономика остается на пути экономического оздоровления поэтому в этом друзья может помочь а статистика ранее накануне вышли данные по pmi производственного сектора и сферы услуг статистика хорошая мы ждем завтрашние релизы более важные заказы на товары длительного пользования заявки на пособие по безработице и годовые данные по ввп вот эти релизы могут очень сильно повлиять на настроение если данные не разочаруют друзья а поддержат оптимистов касая касательно ожидания роста американской экономики доллар выиграет доллар сможет восстановить часть позиции тогда на росте американской валюты мы снова перейдем к отработке идей распродаж рисковых инструментов это евро фунта австралийцы канадец о которых мы говорили уже не раз поэтому сегодня экономический календарь пустой вот по сути ждем только данные по запасам но завтра уже рынки начнут снова ходить завтра мы проведем очередной брифинг с утра я детально расскажу друзья а в плане ожидания того что сейчас а происходит и в двух словах еще про динамику евро 1 13 15 у нас сейчас косировки в принципе то что сказал локальная слабость доллара поддержала позиции рисковых активов евро еще выиграла от выхода данных по индексам производственной активности сферы услуг ведущих экономики и с еврозоны в целом данные лучше чем в прошлый месяц но все равно ниже 50 это значит то что сектор продолжает стагнировать напоминаю друзья то что по еврозоне также не нужно питать ложных иллюзий все что нужно было знать отметила кристин лагард еще неделю назад обрисовав самые радужные перспективы экономического роста отметив что грядет спад больше чем на 10 процентов он уже нет не обратил за это снижение которое будет зафиксировано и подтверждено статистика как будет действовать европейский центральный банк покажет ближайшее время но в любом случае я считаю что европейская валюта вряд ли может уйти выше уровня 1 14 фон против доллара 1 25 14 британская валюта продолжает демонстрировать серьезную волатильности я держу оборону как продавец потому что вижу большее количество факторов более интересный фундамент способствующие распродажам чем по той же самой европейской валюте это и резонанса от прошлых решений банка англии о том что политика будет смягчаться и дальше после решения о задействовании нового пакета экономических стимулов и увеличение программы количества смещения на 100 миллиардов мы ждем точно такие же решения в последующие периоды статистика меня поразило честно говоря производственная активность оказался выше 50 восстановилась с 47 индекс сфер услуг еще более серьезный рост но если анализировать и сравнивать с показателями прошлого периода с 29 до 47 я не думаю что это будет тенденция потому что в целом не вижу каких-то причин для настолько существенного оздоровления производства и сферы услуг учитывая то что меры по большей части социального дистанцирования карантинный мир они продолжают действует английской экономике вот вчерашнее заявление джонсона что только со 4 июля начнутся определенные опослабления причем рекомендации по социальному дистанцированию они все равно а сохраняться по 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 фунту в частности по англии не забывайте про риск брекзита он станет с каждым днем становится все более и более значительным поэтому много причин для снижения британской валюты то что фунт может очень быстро валится мы в этом убеждались уже не раз доллар канадец все стабильно друзья 1.3545 пара растет ни слабость доллара ни рост нефти пока особо не провоцирует какие-то движения не нужны нам как покупателям этого дуэта активов мы ждем следующие релизы по канадской экономике комментарии монетарных властей канады и ждем коррекции на рынке нефти думаю что в случае ослабления котировок черного золота бренды добыть и пойдут вниз наша идея будет отрабатываться снова и мы станем еще ближе к цели 138 друзья на этом все большое всем спасибо за внимание хорошей торговой сессии все пока